Так уж получается, что русская ментальность сохраняется у переселенцев и проявляет себя во всей красе. Безусловно, зачастую в условиях сытой и толерантной европейской действительности она приводит к несколько неожиданным и даже неприятным последствиям. В том числе к незапланированным контактам с полицией, получением разного рода штрафов и даже более серьезным мерам социальной коррекции. Вместе с тем дух и его наличие, по моему мнению, имеет гораздо больше положительных сторон, нежели отрицательных. Если, к примеру, в той же Голландии местные мужчины в форме протеста против бесчинств мигрантов одели мину-юбки и устроили шествие по центральным улицам, то русаки в Германии защищаются куда более радикально и эффективно. Например, в начале 2016 года, после того, как дети пустыни обидели ребенка одного из представителей русской диаспоры, а местная полиция вообще не предпринимала никаких действий, к общежитию мигрантов подъехало более сотни автомобилей, из которых вышли по 3-4 человека, и зайдя в это самое общежитие, весьма доходчиво объяснили восточным мужчинам, насколько они неправы. Даже сопротивление, которое пытались арабы и марокканцы оказать подручными и даже огнестрельными аргументами, не спасло их от пришедших восстанавливать справедливость русских, которые прошлись по всем этажам, и втолковали каждому найденному мужчине, населявшему общежитие, что неприятные последствия от действий подобных тем, которые совершили их земляки, наступят неотвратимо, и лучше им подобного никогда не делать впоследствии. Да что говорить, даже в школах русские пацаны защищают коренных одноклассников от более агрессивных переселенцев с Востока. А одна из немецких матерей наставляла своего сына. «Сынок, если у тебя в классе будет русский мальчик, обязательно подружись с ним». Судя по всему, это мама из того поколения, которая как раз училась в школе в первую волну переселения из России, Украины и Казахстана. И у нее были русские одноклассники, поэтому она знает, что случись что, ее сына не бросят, а обязательно помогут. Ситуация весьма схожа с 1945 годом, когда русские помогали европейским народам, но, конечно же, в более легком режиме. Друзья, если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк и пишите комментарий. Если вы еще не подписались на канал, тогда подпишитесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok